МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Витаем вас у эфира «Беларусь-3». У ближайшие хвилины калейдоскоп культурных новин, ведомых именов и памятных дат. На календары 22-го саквика и мы пачынаем программу задметных падей у культурным житти нашей краины. Сёння для аматоров балетного мастацтва артысты Дзержавного музычного театра подрыхтовали великий гала-концерт шедевров сусветного классичного балета. Самые цикавые и яркие нумары из лепших классичных спектакляв балета «Шелкунок», «Дон Кихот», «Тысяча и одна ночь» будут представлены на одной сцене за один вечер. Дзивные по своей пластичности жесты, собранные улець унулны дыалог памеж героями, распавядуть глядачам цикавые и прыгожые истории про человече почутцы, мары и спадзяванни. А тым часам аматоров оперного мастацтва затекавить сённяшній концерт шедевры оперы у малой зале Вяликого театра оперы и балета. У выкананні ведучих солистов оперы прагучать ары и дуэты сусветно-вядомых спектакляв Чайковского, Рымского, Корсакова, Расини и Бизе. Гэты концерт – добрая махчымасць для выкананцев праспяваць тую арыю, пра якую яны даўно марылі, паколькі не ўсе сусветные оперы паставлены на беларускай сцені, і не ўсі артысты ўдзельнічуюць у тым ці іншым спектаклі. А у глядачоў будзе махчымасць адкрыць для сябе оперныя арыі, пра які яны рані не ведалі, а так сама паслухаць вядомых артыстов ў новых для іх оперных партыях. І ашы однозначная театральная імпреза. Сёння на горкаўскай сцені ў прэмьерным спектаклі «Ледзі на дзень» свой юбилей адзначыць знакамітае театральная актрыса, заслужанная артыстка нашей краіны Ганна Маланкіна. Спектакль «Ледзі на дзень» створэны вядомым российскім рэжысёрам театра і кіно Дзмитрием Астраханам по матывах амерыканскага мюзикла «Яблучная ледзі». Ганна Маланкіна выйдзі на сцену ўгаловной ролі і, як звычайна, па майстерску будзі граць моцныя пачуці ўсмешной і кранальна історіі празменлівасць лёсу, полную віртуозных інтрых, спрытных розыгрышаў і добрай іронії. Дарэчы, круглая дата зня нараджэнні артысткі супала з юбилеем творчым. Трыцэць гадоў таму Ганна Маланкіна ў першыню вышла на театральную сцену. Каб павіншаваць знакамітою актрысу з юбилеем, а таксама рэспытаць пра прэм'єрну спектакль, мы запрасіле ёе да нас ў студыю. І вось якая размова ў нас отрымалася. Сюня ў студы праграмы «Калейдаскоп» мы рады вітаць заслужану артыстку Республікі Беларусь, актрысу драматычнага театра ім'я горкага Ганну Маланкіну. Анна, здраствайці! «Калейдаскоп» рад паздравіць вас з юбилеем. Здравствуйте, спасибо большое. Анна, вы родились в семье одного із основателей Беларуської артистической школы, режиссёра і педагога Владимира Маланкіна. Могло ли так случиться, що ви не стали б актрисою? Я до сих пор об цьому думаю, могла б я бути ещё кем-либо, кроме як актрисою. Видимо, среда всё-таки определяє судьбу, і мой отец в то время сказав, актриса – хорошая професія для жіншини. Ну, вот я і чувствую в цьому вкус именно хорошей професії. Анна, сьогодні у вас ещё і творчіський юбилей. 30 років назад ви впервые вийшли на сцену Купаловського театра. А как судьба связала вас з театром ім'я Горького? Мой отец работав в театре ім'я Горького, і я дуже любила цей театр. І в детство Борис Іванович Луценко обіщав, що він оборудує там в администраторській второй этаж специально для мене, щоб я там жила. Валерий Николаївич Раевський пригласил меня на второму курсе інститута на роль Миранды в п'єсе «Буря Шекспира». Прошла эта премьера, у меня було ещё две небольших роли в спектаклях Купаловського театра. Ну, і каким-то чудесным образом так получилось, що по распределению я попала именно в Русский театр. Мне було жалко расставаться с Купаловським, но в Русский театр я вошла тоже как в свой родной дом, мене там тоже приняли очень тепло, очень хорошо. І там я сразу получила тоже большую роль Ірины в «Трёх сёстрах». Сегодня в свой юбилей вы также выйдете на сцену в премьерном спектакле Дмитрия Астрахана «Леди на день». Он сразу увидел вас главную героиню? Дмитрий Хананович взял меня вслепую. И это было предложение руководства нашего театра. Знаю уже мою творческую судьбу и мои какие-то возможности. Вот поэтому сегодня у меня праздник. Не только день рождения, не только юбилей, не только какое-то переосмысление жизни к юбилею, но и большой праздник, большая роль в театре, и прекрасный спектакль, который радует зрителя, а роль совершенно удивительная. Тема этого спектакля такова, что в любой момент каждый из нас может оказаться наверху, а может все быстро перемениться, и где-то мы на дне. Это касается каждого человека. И также истории моей героини, этой истории женщины, которая была светской леди, но потом жизненный путь так у нее сложился, что она стала нищенкой. Роль прекрасная. И впервые в моей жизни на сцене я слышу в какой-то момент, когда я прощаюсь со своей дочерью, я поворачиваюсь спиной, и я слышу, хлюпает зал, в зале плачут. Анна, вы как-то говорили, что вам нравится процесс совместного творчества с режиссерами, в то время как режиссеры, они любят, чтобы им артисты подчинялись. А в чем тогда состоит для вас творческая сторона вашей профессии? Любой профессиональный режиссер дает очень точный рисунок, точную задачу, определяет мизансцены и дает такой вот воздух для жизни самостоятельной артиста, где можно по-своему проявить себя и сделать роль своей, индивидуальной. Вот это и есть такая работа артиста, да, творческая, очень интересная. Скажите, а есть ли у вас какая-то роль мечта? Сейчас роль мечта? Я сыграю ее сегодня вечером. Анна, а вы также как-то говорили, что у вас в кино неразделенная любовь. В вашей творческой биографии киноролей меньше, чем театральных. Получается, что театр разглядел вас, актрису, кинорежиссеры? Ну, я думаю, что я театральная актриса. У меня театральная школа. Я посвятила, в принципе, свою жизнь театру имени Горького. И когда в начале моей карьеры были какие-то предложения в кино, я выбирала театр. А когда я заинтересовалась в кино, и мне вот эта атмосфера понравилась, захотелось тонкие моменты в себе найти, как вот работает перед камерой. Может быть, было поздно, а может быть, еще рано. Чем прекрасна профессия актрисы, что совершенно неизвестно, что будет завтра, какая роль ждет или в театре, или в кино. Анна, спасибо вам большое за интересную беседу. Мы поздравляем вас еще раз с юбилеем. Желаем вам интересных ролей. Спасибо. Я находаю, что сегодня калейдоскоп веншавал с юбилеем заслуженную артистку Республики Беларусь, актрису национальных академичных драматичного театра имя горкога Ганну Маланкину. Далее у калейдоскопе галерея славутых имянинников дня. И под шнем я есть темы музыки. 68 годов сегодня исполняется славутому британскому композитору Эндру Лойду Уэберу. Иисус Христос Суперзорка, Эвита, Привит Оперы, мюзиклы Уэбера, знаемые кожному меломану. Не дивно, что выходец с музычной семьи свой первый музычный твор написал у шасти годовым узросте. Первый поспех пришел до его 19, разом с оперой Иосиф и его дивный розноколеровый Лашч Сноу. Усягож у композиторской биографии Уэбера 18 мюзиклов, две темы до кинофильмов и реквием. Может, и не ашмат, але кожный твор з'является хитом. Так, знакамитые кошки сёння литшать самым новаторским мюзиклам, які поставлены у 15 краинах свету. Эндру Лойду Уэбер с гонором носить тытулы рыцара и сэра и з'является уладальником мнозства прэстыжных Узнагарод. Протягиваем программу темой мастацтва. Сёння день нарадження великого фламандского мастака 17-го стагодзя майстра параднага портрета Антониса Вандейка. Уже у юнацтвей он проявил сябе майстром портрета и живопису на религийные и мифологичные сюжеты. Яго поспех шмат учим злучины со службой придворы британскіх монархов спачатку Якова, затым Карла I. У портретах сучаснікаў Вандейк паказываў іх інтэлект, эмацыйны свет і живыя чалавечыя характары. За портрет Карла, написаны Вандейкам, адразу ў трох ракурсах доброзычлівы кароль прысвятіл майстра у рыцары, а таксама надал яму статус коралевскага мастака. Сярод найбольш вядомых сёння палотнаў Вандейка каранация цярновым вянцом, пацалунок Иуды, нясенні крыжа і святое семейства. Наступный мянінник дня знакоміты французскі актёр, комік і непараўнальны майстр пантаміны Марсэль Марсо. Сёння 93 гады з дня яко нараджэння. Праславутага актёра кажуть, Марсо створил жанр, у якім у яго не было супернікаў. Тишыня, якую ён прымусіў працаваць на сябе, казала, шаптала і нават крычала. В образ сумнага белатварага мима з імем Бип ў паласатым шведры з капелюшом на галаве стал адным символаў 20-го стагодзя. Цікавасць да актёрскага майстэрства абудзілася ў Марсэля Марсо пасля знаёмства са стушками Чарлі Чапліна, пасля якіў французскі юнак так сама вырышыл навучыцца перадаваць эмоціі без слов. І ў яго гэта атрымалася. Пастановкі Марсо былі сапраудными монаспектаклями і аны ішлі на лепшых сцэнічных пляцовках. Дарэчэй, мінавіта падуплывам рэпрызы Марсо той, хто ідзе супраць ветру, з'явілася на свет місяццовая хада Майкла Джексана. Далі ў праграмі звернімся до падзей гэтага дня. І зараз узгадаем гуркую дату ў гісторіі Біларусі. 22-го сакавіка 1943-го года здарылыся хатынская трагедія. Сёння беларускай вёскі Хатынь нямані на адной географічній карці. 26 двору 149 чалавєк з їх 75 дзятей былі знішчаны фашыстами падчас Велікай Айчынной. У память пра сотні спаліных вёсак і ўсіх загінулых ў той вайне жыхару Біларусі ў 1969-го годзі ў Хатыні был створан адзін з самых значніх ў наші гісторіі меморіальніх комплексів. А помнік адзінаму дорослому свєтку хатынськай трагедії Пяскаваму Кавалю Іосіфу Камінському сыном на руках стал основой скульптуры Сергія Селіханова «Нискароный чалавєк». Далі ў калейдоскопі звернімся до сучасності і доведаємся про адметныя падзі ў культурным житі Вітіпшчыны. Вядучы майстар національнага акадымічнага драматычнага театра імяя Кубоколаса Галіна Букатіна отрымала гоноровая званні заслужанай артыстка Республікі Біларусь. Яна прышла ў театр адраза пасля вучобы 35 год тому. Уластіва ёё жанучасць, ябаяльнасць, працавітаць, высокий професіаналізам дазволялі Галіні Букатіной занять ведучая місце тым було немала іншых ярких запамінальных в образу Лябёдкіна, Каралєва Бона, Фрау Лора, Шекспірувська Маргарита. Многі із їх былі удастойны широкага признання публікі і шматлікіх узнагарод. І вось, бэда і самая высокая признання її творчых заслуг. Гоноровая званні заслужанай артыстка Республікі Біларусь. Дарыць радасть людям 90-гадовый юбілій і 70-годзе творчы дзейнасці адзнашу Аркадз'юрівець Шалк. Сталаму пакаліню вітеблян і он вядома як удзельнік народных ансамбля пісні і танцы «Маладось» і іншых творчых каліктываў города. А таксама як конферансье на шматлікіх концертах. А пошнім часам жыццё Аркадзя Шалка тесна звязана с ансамблем «Наша пісня». Музыка суправаджае яго ўсё жыццё. І навад ў дзень свайого юбилею артыст не ўтрымаўся адспеву. Мастак су светным імям і беларускімі караннямі роман «Заслонаў» ў першыню прэзентаваў ў вітебску сваю выставу. Каля сарака жывапісных палотнаў размястіляся ў некалькіх выставышных залах Вітебскага мастацкага музея. 20 год таму ён з'ехаў ў Францію. У 97-м атрымаў першую прэмію на знакамітам босіньскім салоні ў Парыш. Нягледзішы на су светныя прэзнання, да недавніга часу ў родной Беларусі не было прэставліна ніводныя персанальныя выставы аутара. Першым став Мінск, затым Гомель, а цяпер і Вітебск. І напрыканцы праграмы яшчэ адна цікавая навіна ў театральным жыці. У Чалябінску адбыласся прэмьєра спіктакля па п'есі беларускага драматурга Змітря Багаславскага, ціхі шорах адыходзячых крокав. Спіктакль ў Чалябінску гэта ўжо дзявятая пастановка п'есы нашага драматурга. Створаная ў 2012 годзі, п'еса ўжо атрымала некалькі прэстыжных узнагарод. Яна трапіла ў фінал фестывалю маладой драматургії Любімаўка, а на конкурсе Залатая маска 2013 стала пераможцам глядацкага інтернет-галасавання. Ціхі шорах Занаярску, Табольску, Лысьва і Калузі. Два разы до п'есы зверталіся і ў Мінску. Дарэчы, як кажа сам Дзмитрий Багаславскі, ў худким часі п'еса будзі поставліна яшчэ двума російськими театрами. І пакуль гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Пазнавайте больше разам з нами, падтрымліваць культуру і заставайціся на Беларусь 3. Субтитрувальниця Оля Шор